Для восьмиклассников 11-й школы сегодня день, прямо скажем, необычный. Вместо уроков знакомства с армией, ребята в гостях у 147-го зенитного ракетного полка. Казарма. Первая точка маршруте не случайная. Расположение – любимое место солдат. Здесь можно телевизор посмотреть, почитать газеты или книги и, конечно же, поспать. В общем, отдохнуть от армейских будней. Единственное условие – не нарушать распорядок дня. Следующая точка – парк техники. Перед ребятами ЗРК ОСА. Боевая машина полностью автономна и способна самостоятельно обнаруживать, опознавать и поражать воздушный объект в любых погодных условиях. Это современность. Об истории здесь тоже не забывают. На базе воинской части создан музей. Здесь можно найти ответы на самые разные вопросы. Когда был создан полк? Что стояло на вооружении, фамилии командиров и лучших солдат? В преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных сил представителями воинских частей Бобруйского гарнизона проводится комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в учреждении образования города Бобруйска. Этот комплекс включает в себя как проведение уроков мужества непосредственно в учреждениях образования, так и проведение экскурсий на территории воинских частей. Мне очень понравилось дружелюбие инструктора, понравилось оружие. Служить пойдешь в армию? Конечно. Как настанет время, так сразу. В 83-м инженерном аэродромном полку сегодня тоже день открытых дверей. Только вместо экскурсии Спартакеада. Участники сборной медицинского механико-технологического колледжа и команда воинской части. Всего 30 человек. Все конкурсы на армейский лад. На время надевали костюм химической защиты, заряжали и разряжали магазины. Не обошлось на спортивном празднике и без творческих номеров. 15 февраля в Беларуси стартовал республиканский проект «Я служу». Задача этой акции – сформировать у молодого поколения понимание необходимости службы в вооруженных силах Республики Беларусь. В Спартакеаде проигравших нет. Победила дружба. Участникам – грамоты и сладкие подарки. Максим Кемель, Андрей Богдин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.